Здравствуйте! Мы в магазине All Time, и сегодня мы исследуем коллекцию японского бренда Orient. Ну, в общем-то, чтобы насладиться полностью коллекцией, разумеется, лучше бы посетить магазин. Но, тем не менее, законы жанра. Мы в YouTube и рассказываем о часах Orient. Коллекция очень разнообразная, и на самом деле было непросто подобрать на такую характерную подборку. Все дело в том, что, ну, воспоминания, давние воспоминания. Просто в советские времена Orient – это была такая штука, которая была очень популярна, очень желаема. Ну, теми, кто был в часах, кто интересовался часами, и кто, ну, в общем-то, понятно, что существовал. Ну, нельзя сказать, что стопроцентный железный занавес, но, тем не менее. В этом, ну, я имею в виду в смысле часовом, было очень много часов советских, и очень мало часов иностранных. Иностранные были редкими птицами, и, может быть, когда-то они были не столь уж лучше, чем часы советские, но, тем не менее, люди любили что-то новенькое, что-то интересное. И одним из этих производителей, который время от времени поставлял, ну, или, так скажем, волей и судеб, часы так или иначе оказывались на рынке, были Orient. Я прекрасно помню Orient с таким большим, толстым, граненым стеклом, которое сейчас, ну, в общем-то, практически никто не производит, такую штуку. Это были 70-е годы, конец 70-х, начало 80-х, и такая штука, она поражала наповал. Советские часы, в каком-то смысле, в дизайнерском, они были довольно-таки закомплексованные. Были стандарты, люди совершенно, с большой охотой, производители часов, советские часовые заводы, с большой неохотой шли на какие-то дизайнерские эксперименты, особенно в том, что касалось, ну, в общем-то, каких-то производственных штук. Ну, то есть, граненое стекло приставить себе на советских часах было практически невозможно. На часах Orient сколько угодно. Так вот, сейчас, разумеется, часы Orient далеко не те, что были в 70-е. У фирмы свой путь, своя судьба. Orient остается одним из основных японских брендов. Ну, разумеется, есть большая троица, Casio, Seiko, Citizen. Есть Orient, который всегда был, ну, может быть, когда-то там в определенные моменты выходил на первый план, но, тем не менее, бренд был на втором плане. Бренд характеризовался, ну, такой чуть-чуть более доступной продукцией по сравнению с вот этой большой троицей. Ну, бренд существовал, бренд всегда воспринимался как такой традиционный, в общем-то, даже немножко как традиционалистский. И таким, в общем-то, немножко он остается. То есть, нынешние владельцы бренда, они не стремятся переформатировать его на что-то, ну, на что-то такое уникальное, чтобы отличало его от всех остальных. Orient работает на чрезвычайно высококонкурентном рынке не очень дорогих моделей, причем максимально, с максимальным использованием механики, механических, механизмов преимущественно автоматических сейчас. Вот. И, в общем-то, на этой стезе он добивается интересных результатов. Посмотрим, что мы можем увидеть из моей подборки. Начну, пожалуй, с часов женских. В данной ситуации это женские часы. Первый взгляд на часы на витрине, что мы видим? Позолоченный корпус. Так, немножко декорирован стразы, вы видите, двумя полосками. То же самое стразы на циферблате. Вот. И вы сразу же скажете, наверное, это часы кварцевые. Ну, что тут, может, три стрелки, окошко указателя даты. Поставил кварцевый механизм, для недорогих женских часов будет самое то. Но, тем не менее, это не так. Японский бренд ставит сюда механизм автоматический. Мы это видим, если вы присмотритесь к тому, как движется центральная секундная стрелка. Вы видите, что она движется достаточно плавно. Это первый и самый основной признак автоматических, ну, или механических часов, которые оснащаются центральной секундной стрелкой. Вот. Ну, соответственно, понятно. Речь идет о традиционной механике. То есть, вот это традиционные декоративные часы с традиционной механикой. Это о тех людях, которые любят в часах именно механику. Ну, и, в общем-то, эти часы, они такие, они весьма милые, они интересные. Мы видим, что вот это вот такой рельефный декор на циферблате, он, ну, в общем-то, он очень сильно выделяет эти часы. Его достаточно непросто рассмотреть. Ну, для этого нужно присмотреться к часам попристальнее. Но, тем не менее, вот когда вот поворачиваешь корпус часов, вот эти вот тени возникающие проявляют этот рельеф. И это, в общем-то, эта штука, она делает эти часы. Это, в этом смысле, это часы уникальные, очень интересные. Несмотря на то, что, в общем-то, казалось бы, по декору они простенькие. В моей подборке есть часы как механические, так и кварцевые. Разумеется, урент, ну, в таком, в моем восприятии, наверное, в общем восприятии, это преимущественно, разумеется, часы механические. Но, тем не менее, они делают какие-то интересные кварцевые часы. И, в частности, вот эта модель типичного автогоночного стиля. Что это такое? Это мы видим такая контрастная разметка циферблата. Используются два цвета. Черный и белый. Красный цвет всего того, что относится к хронографу. Вы видите, металлические стрелки с люминисирующим составом. Это текущее время. И все, что касается хронографа, все стрелочки, включая центральную секундную стрелку хронографа, размечены красным цветом. Ну, это, в общем, такой признак гоночного стиля. Ну, и плюс ко всему еще кожаный ремешок, что на хронографах, стальной корпус, кожаный ремешок, такой вот циферблат высококонтрастный. Это кварцевый хронограф автогоночного стиля. И еще один интересный кварцевый хронограф. Он такой, он более спортивный по виду. Ну, это видно по интегральному дизайну браслета. Видите, насколько он интересен. Вот это вот сочетание браслетов, то, как он переходит в корпус. Ну, в общем-то, это такая могла бы быть главная изюминка этих часов. Если бы не сами часы. Есть вот такой вот очень необычный, такого темного, ну, даже, я бы даже сказал, лучисто-темно-коричневого тона. Ну, дело в том, что при отделке циферблата используются всякие техники, шлифовки разнообразные. Дают очень интересную картинку. За этим циферблатом очень интересно наблюдать. Но, опять-таки, если отвлечься от дизайна, главная фишка в этих часах, это их, ну, такая немножко авиаторская направленность. Хотя, безусловно, эти часы, они не подходят под каноны таких стопроцентно авиаторских часов. Ну, ну, просто потому, что по отделке циферблата, по конструкции, по дизайну, собственно, циферблата, по разметке. Вот, но тем не менее, в них есть одна штука, которая, безусловно, указывает, которая существует только на авиаторских часах. Вот, для ее осуществления предназначена вот эта вот дополнительная головка. И когда ее начинаешь вращать, вместе с вращением головки начинает вращаться внешняя шкала циферблата. Надеюсь, это заметно на съемке. В общем-то, для чего эта штука нужна? Все, кто более-менее интересуется историей часового дела, знают, что где-то в 40-е и 50-е годы был бум, был жуткий интерес к наручным хронографам и к хронографам таким специальным, техническим. И одна из этих технических штук, часто это изобретение приписывается компанией Братлинг, но это не так. Вот, одна из этих штук, это циферблат с расположенным на нем круговой логарифмической линейкой. На самом деле, Братлинг это делалось еще в карманных часах. Но неважно, здесь это неважно, мы обсуждаем не это. Мы обсуждаем такую штуку в авиаторских часах, как вот эта вот вычислительная линейка. Дело в том, что тогда, когда авиация только начиналась и наручные часы только развивались, вся эта вещь, именно техническая специализация часов, она была очень популярна, и она, на самом деле, была нужна на практике. Например, самолет летит, нужно знать точно, хватит ли топлива, или нужно где-то приземляться на дозаправку. И просто вот такие всякие штуки, посчитать расход топлива, посчитать то, посчитать все. Самый лучший способ это воспользоваться логарифмической линейкой. Но поскольку логарифмическая линейка, ты мог ее забыть там или что-нибудь еще. Я имею в виду классический стиль, классический дизайн логарифмической линейки. А наручные часы всегда с тобой, всегда на руке. То, в общем-то, это изобретение, оно было, ну так скажем, очень уместным и в узких кругах весьма даже популярным. Потому что это такая палочка-выручалочка, калькуляторов не было, сотовых телефонов с приложением калькуляторам. Тоже не было что-то посчитать, либо в уме, на пальцах, либо с использованием приспособлений. И вот это приспособление как раз появлялось в самых таких крутых, в самых навороченных авиаторских часах. Сейчас оно появляется очень редко. В основном тот же Братлинг, в общем-то, их используют. И поэтому я, в общем-то, с большим удивлением и, в общем-то, интересом обнаружил такую штуку на часах Ориент. Разумеется, кто-то, так скажем, человек, увлеченный математикой, ну и историей научных инструментов, он с большим кайфом поиграет с этой линейкой. В общем-то, тут для того, чтобы для всяких пересчета всяких величин, которые, ну, обычно появляется необходимость именно для авиаторов, для вычислений. Здесь вот есть, как это сказать, маркеры, которые позволяют пересчитывать морские мили в другие единицы. Вот здесь есть маркер, который мили в час переводит в километры в час, ну и так далее. В общем, человек, который разбирается с круговыми логарифмическими линейками, он найдет немало для себя штучек, поинтересоваться, посмотреть, проверить, правильно это работает или нет. А для обычного человека, для которого все это представляет, ну, такой сугубо научный интерес, познавательный, просто в кайф, мне кажется, покрутить, даже поиграть, посмотреть, как эти циферки ползут одна относительно в другой. Это, в общем-то, на самом деле класс, это большое удовольствие. Ну и теперь я перейду к механике. У Орента интересная механика. Ну, во-первых, это такая совершеннейшая классика. Мы видим здесь белый циферблат с черной разметкой, с хорошо контрастными выделяющимися стрелками. Видите, на них даже есть немножко грань, которая позволяет ловить отблески и еще лучше улучшать контраст. Указатель даты. Автоматический механизм. Вот здесь такой суровый индустриальный стил отделки механизма с таким покрытием, который напоминает старую бронзу. Мне очень нравится. Это, в общем-то, далеко от того, как мы представляем себе эстетскую отделку высококлассных калибров. Ну, не забываем, мы говорим о бренде, который характеризуется очень достойными, доступными ценами. И, в общем-то, поэтому такая механика, она имеет свое, она имеет право существовать. Вся, в общем-то, советская часовая промышленность где-то строилась примерно на основе вот именно такой эстетики. Поэтому всегда видится в этом что-то родное, что-то приятное. Итак, Ориент классика. И такая спортивная классика, да плюс еще ко всему, в общем-то, в этих часах мы видим такой изыск из эпохи, бывшей очень популярным в конце 90-х, начало 2000-х. Ну, в смысле, эта штука была изобретена именно тогда. Да, хотя, в общем-то, если покопаться в истории часового дела, найдутся образцы и начала 19-го века, да, может быть, даже и конца 18-го века, где использовался открытый видимый баланс. То есть здесь вот это круглое окошко на примерно на отметке 9 часов, на самом деле между 8 и 10 часов. И в нем мы видим узел баланса, то есть ту функцию, которую в обычных механических часах выполняет постоянно идущая секундная стрелка, большая, центральная, либо маленькая. То есть индикация того, что механизм не остановился здесь, в общем-то, она дополняется вот именно такой же функции декоративной. Мы видим, как работает баланс. Ну, своего рода это турбион. То есть мы видим, как работает часовой механизм и можем наслаждаться этим видом, не снимая часы с руки. Что мы видим? Это спортивные часы. У них такой прочный, нарочитый, такой массивный корпус. Вот, вы видите, что он не очень тонкий, но опять-таки я повторяю, это автоматический механизм. Очень хороший браслет. Дизайнеры Ориента, они, ну, в общем, я должен сказать, они добились неплохих результатов в таком, ну, непростом искусстве. Делать хорошую интеграцию браслета и корпуса. Вы видите, здесь это все происходит идеально. Ну, несмотря на то, что это часы, в общем-то, реально недорогие. Ну, и плюс ко всему, очень приличная застежка. Она защелкивается, снимается. В общем, все работает, все прекрасно. Браслет с комбинированной отделкой. Часы в этом смысле очень яркие, хотя выполнены они в монохромной гамме. Вот, приходите в All Time, смотрите, какие есть Ориенты, ну, а также другие часы. Спасибо за внимание. До встречи в следующих сюжетах.